Дорогие друзья, продолжаем карпеть над мемуарами Павла Николаевича Милюкова. Ну, вкратце, Милюков, он как бы учился на историка и был одним из учеников, ну, как считалось, крупнейшего русского историка Василия Ключевского. И женился даже вот в его, как бы, научном кругу, пробрался в эту кругу. И вот интересный такой эпизод, вот в процессе уже революции, нарастания революционной ситуации, собралось совещание у царя закрытое по поводу того, организовывать ли Государственную Думу, издавать ли манифест соответствующий и как это делать, в каких-то, скажем, плепорциях. На этом совещании, которое проходило, естественно, под председателем Николая II, участвовали министры императорские, семь великих князей, и, в частности, был приглашен историк Ключевский, которого многие считали консервативной фигурой и, надеясь, рассчитывать на его поддержку. Но Ключевский таковым не был, и он все время советовался с Меляковым, как, по крайней мере, пишет Меляков. Можно, конечно, увеличивать свое значение и роль тогдашнюю, хотя это был уже 1905 год, и Меляков уже был достаточно заметной фигурой. Так вот, Ключевский, как человек, далекий от политики, все-таки советовался, советовался, и даже послал ему вот эти вот тезисы, которые, собственно, прорабатывались на этом совещании. То есть это уже, по сути, была инсайдерская информация, это уже был спионаж. Ну, мы знаем, что Ключевский, когда через несколько лет организовали подговоренность с французами, возродили, так сказать, масонство в России, то он тут же вступил в масонскую лодку. То есть, придает впечатление такого человека, хитренького, но не очень прозорливого. Ну и ему-то зачем в его годы и, так сказать, седины все это вот масонство, и вся эта мутная политическая деятельность. Вообще говоря, вот Александр I, характерно, он, имея, так сказать, великого русского историка Карамзина, с ним особо не советовался. А вот я даже вспоминаю этот эпизод, когда пришел Карамзин, выпросил аудиенцию у государя, и, значит, ваше императорское величество, я человек уже пожилой, мне терять нечего, я, как говорится, ничего не боюсь, готов всю правду рассказать. Вот так он распинался полчаса, я думаю, что Александр I ласково смотрел на него, кивал, думал про себя, худрак же. Да, ну вот Милюков, он, конечно, был интересной фигурой, он ведь, мы знаем, создатель кадетской партии, и вот кадетская партия, по его словам, она была, в общем, достаточно пропитана социалистическими идеями, хотя потом ее ошельмовали в процессе революции большевики как буржуаз, но это не так. И вот, более того, все они были из единого корня, происходили. И вот Милюков был даже близок к группе освобождения от труда, из которой вышел стал демократ, и он, будете смеяться, в нулевые годы встречался с Лениным. Казалось бы, уж там-то ему что было нужно. Субтитры сделал DimaTorzok